привет ребята сегодня у нас в гостях toyota land cruiser 100 2005 года 4.2 дизельный двигатель здесь довольно интересная неисправность автомобиль стал жестким причем речь идет именно о его гидроподвеске насколько я понял она здесь с электронным управлением хотя честно говоря я еще вообще не знаю как устроена эта система что толком здесь стоит соответственно в этом ролике мы с этим всем будем разбираться в любом случае владелец уже пытался решить эту проблему пробовали менять задние амортизаторы они там тоже хитрые с отводами под гидроаккумуляторы это ни к чему не привело тогда владелец попробовал поменять так называемый кран пола хотя по факту он здесь электрический представляет собой потенциометр который при помощи речажной системы крепится колесу и тем самым отслеживает уровень задней оси да то есть насколько она поднята или опущена кстати как видите датчик менялся по оригиналу вот тойотовский датчик но опять же никакому положительному результату это не привело вот здесь в салоне возле селектора кпп находится кнопки управления гидроподвеской мы с вами видим что здесь можно выбирать режимы комфорт спорт соответственно жесткость подвески также мы с вами видим что можно регулировать уровень подвески то есть высоту автомобиля клиренс имеется ввиду дорожный просвет также есть еще какая-то кнопочка офф я еще пока не знаю что она делает все это надо читать сейчас будем разбираться в любом случае владелец говорит что сейчас реакции на вот этот переключатель практически нет и даже когда он стоит в режиме комфорт автомобиль по-прежнему очень жесткий еще раз здравствуйте это я из будущего из конца ролика но работа уже сделана автомобили отдал сейчас монтирует снятый материал все это уже на таймлайне и вижу что во первых ролик получился довольно длинным во вторых понимаю что он довольно сильно перегружен технической информацией поэтому чтобы как-то вам облегчить восприятие всего этого во первых я добавил тайм код пользуйтесь во вторых в принципе не брезгуйте увеличением скорости youtube это позволяет делать в правом нижнем углу есть шестереночка там выбираем скорость и в принципе мои ролики пожалуй довольно комфортно смотрятся на скорости полтора икс так что такой небольшой орг момент продолжаем что ж ребят давайте разбираться как видите никаких контрольных ламп кроме моргающей лампы подушки безопасности на приборке нет в то же время здесь мы с вами видим что на данный момент выбран самый высокий режим подвески давайте попробуем если реакция вообще на высоту попробуем нажать вниз мы с вами видим что сейчас моргает зеленый светодиодик напротив n сейчас он установился при этом я почувствовал как кузов опустился там вторая камера снимает для того чтобы это было видно попробуем спуститься еще ниже нажимая кнопочку вниз мы с вами видим что опять производится переход к более низкому уровню то есть в принципе подвеска работает во всяком случае вниз она опускается давайте попробуем поднять ее наверх слышно как зажужжал какой-то насосик и в принципе сейчас тоже чувствую как кузов поднимается мы с вами видим что гораздо дольше происходит поднятие автомобиля нежели его спуск еще раз пробуем поднять сейчас поднимаемся обратно в самое высокое положение но в целом как ни странно все работает визуально не видно никаких дефектов каких-то контрольных ламп которые как-то были бы связаны с нашей системой сейчас я еще полностью отчитал весь автомобиль мы с вами видим что ошибки есть только в системе SRS но это подтверждает и моргающая лампа но на нее сейчас жалоб не было судя по всему это уже не первый день вот наша система Active Hate Control это собственно наша гидроподвеска и мы с вами видим что ошибочек в этой системе нет вот еще раз читаю на всякий случай да видите коды неисправности не обнаружены так что в принципе довольно интересная ситуация система всем довольна сама диагностика ничего не выявляет но при этом у нас с вами есть жалоба на то что автомобиль стал жестким но в то же время при этом регулировка высоты подвески производится исправно ну и в принципе довольно быстро короче давайте наверное выясним как собственно устроена эта система и тогда можно будет сказать что-то дальше ну что ж я уже немножко почитал про эту систему в принципе вся информация есть в свободном доступе правда как всегда на английском но тем не менее вся эта информация нашлась эта гидроподвеска на тойоте называется AHC Active Hate Control and Skyhook Terms на самом деле условно эту систему можно разделить на две подсистемы одна из которых занимается регулированием дорожного просвета Active Hate Control вторая занимается регулированием жесткости подвески Skyhook Terms прежде чем переходить к устройству данной системы давайте для начала разберемся с тем для чего вообще она была создана и какой функционал должен быть у исправной системы давайте начнем с подсистемы регулирования дорожного просвета Active Hate Control первая функция этой подсистемы заключается в том что у водителя появляется возможность регулировать уровень дорожного просвета в три положения низкая нормальная и высокая как мы видим из таблицы изменение высоты составляет около пяти сантиметров на один режим при этом как видите в нижнем положении больше опускается передняя часть автомобиля а в верхнем режиме больше поднимается задняя часть автомобиля тем не менее мы с вами видим что максимальная разница между нижним и верхним положением составляет девять сантиметров собственно это и есть диапазон регулирования клиренса также в таблице указаны время перехода от одного положения к другому и мы с вами видим что для этой подвески нормально, когда автомобиль спускается быстрее, чем поднимается. Следующей функцией, помимо выбора заданного уровня, является поддержание этого уровня, независимо от количества пассажиров и количества багажа. То есть система AHC постоянно следит за тем, чтобы заданный уровень подвески сохранялся независимо от прочих условий. Также система регулирования дорожного просвета чувствительна к скорости. Мы с вами видим, что крайние положения, как самое нижнее, так и самое верхнее, по большей части используется для преодоления каких-то препятствий и при достижении скорости 5 километров в час производится автоматический переход с нижнего в нормальное, либо же при скорости 30 километров в час производится автоматический переход с верхнего в нормальное. При этом мы с вами видим, что если раздаточная коробка включена на пониженный режим, а подвеска установлена в самое верхнее положение, то при достижении скорости 50 километров в час автомобиль приспуститься на 25 километров, а при снижении скорости до 20 километров в час автомобиль вновь вернется в высокое положение. При этом, что любопытно, если двигаться в таком режиме, то есть когда подвеска установлена на максимально высокий уровень, раздаточная коробка находится в пониженном режиме, при этом вы двигаетесь по грунтовой дороге и система AHC распознает пробуксовку любого из колес, то дорожный просвет автоматически возрастает на лишних 30 миллиметров спереди и 20 миллиметров сзади. Также есть возможность вручную отключить автоматическую регулировку дорожного просвета в тех случаях, когда автомобиль необходимо поддомкратить, поднять на подъемник, либо когда автомобиль буксируется. Для этого используется соответствующая кнопочка. Собственно, мы уже и разобрались, зачем нужна кнопка OFF. Что любопытно, запрет на автоматическую регулировку сохраняется даже при выключении зажигания, но в то же время запрет будет автоматически отменен, как только автомобиль разгонится до 80 километров в час. Теперь давайте разберемся со второй подсистемой Skyhook Temps. Суть этой подсистемы заключается в регулировании демпфирующей силы амортизаторов, что дает возможность регулировать плавность хода и наклоны. Регулировка жесткости производится независимо для передней и задней оси, для получения оптимального демпфирующего усилия в соответствии с неровностями дорожного покрытия. Блок управления рассчитывает относительную скорость между кузовом и колесами, основываясь на сигналах, полученных от датчиков высоты дорожного просвета, и управляет актуаторами для получения ровного и устойчивого положения кузова в различных дорожных условиях. Skyhook дословно переводится как «прицепление к небу». Для того, чтобы понять, как работает эта система, необходимо приставить себе амортизатор, который установлен не между кузовом и колесом, как в классической подвеске, а между кузовом и воображаемым основанием, которое находится выше автомобиля. Собственно, отсюда и название. Таким образом, этот воображаемый амортизатор не передает на кузов возмущающие усилия от дорожных неровностей, но при этом создает демпфирующие усилия, которое направлено против колебаний кузова. Функции воображаемого амортизатора на самом деле выполняет гидравлический амортизатор, который подключен классическим образом, то есть между колесом и кузовом. Как видите, подключен он параллельно с супругим элементом. Для задней подвески это винтовая пружина, для передней подвески это торсион, который работает на кручение. За счет возможности регулировки жесткости амортизатора появляется возможность менять демпфирующие усилия в зависимости от дорожного покрытия. Давайте рассмотрим классический пример, когда колесо наезжает на выбоину, к примеру, на лежачий полицейский. Как только колесо начинает приподниматься, возмущающие усилия от дороги через упругий элемент и амортизатор передается на кузов. Датчики высоты регистрируют сжатие подвески и блок управления делает амортизатор максимально мягким, то есть от колеса на кузов через амортизатор передается минимально возможное усилие, то есть амортизатору легко сжиматься. При этом кузов начинает немножко подниматься вверх, потому что какая-то часть возмущающей силы была ему передана через амортизатор, а также упругий элемент. Теперь давайте рассмотрим второй этап. Когда колесо доходит до пика лежачего полицейского, его движения в вертикальной оси прекращаются и это регистрирует датчик высоты. Получив такую информацию, блок управления делает амортизатор максимально жестким, тем самым увеличивается демпфирующее усилие, которое противодействует движению кузова вверх от энергии, накопленной в только что сжатой пружине. На третьем этапе колесо проходит верхнюю мертвую точку лежачего полицейского, после чего начинает проваливаться вниз. Блок управления опять же регистрирует это движение через датчик высоты и максимально снижает жесткость амортизатора. Во-первых, для того, чтобы сохранить сцепление колеса с дорогой, а во-вторых, для того, чтобы падающее колесо не утягивало за собой кузов. На четвертом этапе вертикальное перемещение колеса прекращается. Это опять же регистрируется через датчик высоты и блок управления снова делает амортизатор жестким, для того, чтобы кузов перестал проваливаться по инерции. То есть, как видите, жесткость амортизаторов адаптивно регулируется в зависимости от неровностей дорожного покрытия. В этом простом примере на этапах 1 и 2 амортизаторы становятся максимально мягкими, демпфирующее усилие снижается, а на этапах 2 и 4 амортизаторы становятся максимально жесткими, демпфирующее усилие максимально. В конечном счете быстрое изменение жесткости амортизатора Позволяет ему работать так, как наш воображаемый амортизатор, который был подключен к кузову и воображаемой опоре, которая находилась над автомобилем, но при этом де-факто быть подключенным классическим образом, то есть между кузовом и колесом. Регулирование жесткости подвески адаптивное, когда дорожные условия этого не требуют, демпфирующая сила не возрастает. Также в системе реализован контроль за возникновением резонансных вибраций. Такое происходит в тех случаях, когда частота возмущающей силы кратно или совпадает с собственной резонансной частотой колебательной системы. Резонансные колебания опять же отслеживаются при помощи датчиков высоты и когда такое происходит, жесткость амортизаторов не падает на переходных процессах, что приводит к снижению резонанса. Также жесткость подвески будет увеличиваться с ростом скорости, что позволяет получать оптимальный баланс между устойчивостью и плавностью хода. Кроме того, что эта система занимается плавностью хода, она также контролирует наклоны кузова. К примеру, в поворотах подвеска становится жестче, что снижает крены. Также снижается эффект рыскания при торможении и эффект задирания передней части автомобиля при резких ускорениях. При этом контроль демпфирующего усилия осуществляется плавно за счет 16-шагового двигателя. Также система имеет возможность управлять гидравлическим сообщением левого и правого колеса. Во время поворотов это сообщение блокируется, левая и правая сторона разъединяются, изолируются друг от друга, что снижает крены кузова и повышает устойчивость автомобиля к перевороту. Ну что ж, мы уже в принципе понимаем, как эта система должна работать, какой у нее функционал, для чего вообще она была создана. Также в принципе мы уже сейчас понимаем, что у нас с вами есть проблема только с одной из подсистем, потому что та подсистема, которая занимается регулированием клиренса, то есть высоты кузова по отношению к дороге, она в принципе исправна. Мы с вами видели, что все три положения, они нормально удерживаются, то есть высота меняется, при этом довольно быстро, примерно в тот же диапазон, который и указан в мануале. Соответственно претензий к системе регулирования дорожного просвета я не вижу, но в то же время у нас с вами есть претензии именно к системе Skyhook, которая регулирует жесткость подвески. Я еще дозвонился владельцу и выведал немножко новой информации. Во-первых, неисправность начала проявляться плавно в течение нескольких месяцев. Кроме того, этот автомобиль был приобретен сравнительно недавно и даже тогда, когда владелец его приобрел, автомобиль не был настолько мягким, как он должен был бы быть. Соответственно для того, чтобы исключить свою субъективность, владелец нашел аналогичный Land Cruiser, тоже сотый, примерно тех же годов, с таким же типом подвески. Проехался на нем и ощутил действительно сильную разницу. То есть на том Land Cruiser эта система исправна и автомобиль очень мягкий, то есть он плавный. Но наш Land Cruiser эту плавность хода потерял. Причем, по словам владельца, даже на момент приобретения, хоть он и был мягче, чем сейчас, но он не был таким мягким, каким он должен был бы быть. Соответственно для того, чтобы дальше выяснить, в чем же собственно проблема, давайте уже наконец познакомимся с устройством системы и посмотрим, каким именно образом блок управления этой гидроподвеской де-факто изменяет жесткость амортизаторов. Давайте пройдемся по компонентам системы. В первую очередь мы с вами видим гидравлические амортизаторы. В отличие от обычных классических амортизаторов, к данным амортизаторам подключаются гидроаккумуляторы. Давайте для начала разберемся, что такое этот гидроаккумулятор, как он устроен, для чего он нужен. Основная задача гидроаккумулятора заключается в том, чтобы накапливать давление за счет удержания жидкости в своей емкости. Для этой цели гидроаккумулятор разделен эластичной мембраной на две камеры. В одну из этих камер закачивается азот под давлением, в данном случае это верхняя камера, а во вторую может поступать жидкость, нижняя камера. За счет эластичной мембраны, а также того факта, что верхняя камера наполнена газом, а не жидкостью, объем верхней камеры может меняться в зависимости от давления, которое прикладывается к мембране с нижней камеры. Такая нехитрая конструкция позволяет накапливать жидкость в гидроаккумуляторе, причем чем больше жидкости будет закачиваться в гидроаккумулятор, тем выше должно быть давление в нижней камере. Отсюда следует, что гидроаккумулятор запасает не только определенное количество масла, но также и давление. Кстати говоря, абсолютно аналогичную конструкцию имеет бачок водоснабжения, который нередко используется в паре с глубинными насосами для водоснабжения частных домов. Любопытно, что в паре с амортизатором наш гидроаккумулятор выполняет по сути ту же самую функцию, которая отведена газу в обычном классическом газомасленном амортизаторе. То есть по сути разница заключается только в том, что газовая камера амортизатора в данном случае вынесена за корпус амортизатора. Сам по себе этот факт не позволяет регулировать жесткость демпфирующего усилия, поэтому в магистрали, которая соединяет гидроаккумулятор с амортизатором, установлен запорный элемент, который имеет сервопривод. Благодаря сервоприводу появляется возможность регулировать сечение канала, соединяющего амортизатор с гидроаккумулятором. Когда сечение этого канала маленькое, жидкость, которую амортизатор пытается выдавить в гидроаккумулятор, проходит тяжело. Соответственно, демпфирующие усилия в таком режиме высокие. И наоборот, когда сечение проходного канала увеличивается, амортизатору становится легче протолкать жидкость из своего корпуса в гидроаккумулятор и обратно, что приводит к снижению демпфирующего усилия. Другими словами, амортизатор становится мягче. Как я уже говорил, сервопривод представляет собой шаговый двигатель, который способен двигаться на 16 шагов. То есть, жесткость амортизатора есть возможность регулировать в 16 ступеней. Как видите, такой комплект из амортизатора, гидроаккумулятора и сервопривода, который меняет пропускное сечение между последними двумя, установлен на каждом колесе. То есть, суммарно мы имеем 4 гидроаккумулятора, 4 сервопривода и 4 амортизатора. Для того, чтобы регулировать уровень дорожного просвета, появляется необходимость создания избыточного давления, который будет закачиваться в амортизаторы. Для этих целей в системе установлен электродвигатель, который приводит в действие гидравлический насос шестеренчатого типа, резервуар, в котором хранится гидравлическая жидкость, набор клапанов, два из которых дают возможность регулировать дорожный просвет, раздельно для передней и задней оси, другие два для управления гидравлическим сообщением между левой и правой стороной каждой оси. Как видите, в системе также присутствует большой гидроаккумулятор, в котором запасается давление для быстрого поднятия кузова. Для закачки и использования запасенной жидкости в этом аккумуляторе используется свой отдельный клапан. Для снижения пульсаций, создаваемых насосом в гидросистеме, используется гидравлический демпфер. Также в системе присутствует возвратный клапан, благодаря которому при включенном насосе масло поступает из напорной магистрали в систему и, соответственно, при выключенном насосе масло может возвращаться обратно в резервуар. Что ж, с устройством гидравлического контура мы с вами разобрались. Теперь давайте рассмотрим электрический контур, то есть, собственно, саму систему управления гидроподвеской. Для этого будем пользоваться Матердатой. Кстати говоря, я уже немножко поработал с этой базой и, оказывается, очень даже неплохой инструмент, с помощью которого можно довольно-таки обширно работать с азиатским рынком, в том числе и с Тойотой. Выбираем Тойота, как видите, она первая в списке. Дальше ищем Land Cruiser. Регион у нас Европа, модель HDJ-100. Дальше нас интересует система управления подвеской. Здесь мы видим несколько модификаций. Мы знаем, что у нас с вами 2005 год, соответственно, берем последнюю с 2002 по 2007. Теперь давайте просмотрим электрическую схему. Мы с вами видим, что схема не такая уж маленькая, довольно много компонентов. Это наш блок управления. HC и TEMS. Давайте посмотрим, где он находится. Блок находится за приборной доской, точнее, под приборной доской, где-то справа от рулевой колонки. Давайте посмотрим, какие еще компоненты присутствуют в системе управления. Итак, первое, что бросается в глаза, это, собственно, электродвигатель гидравлического насоса. Мы с вами видим, что управляется он при помощи реле, которое находится в монтажном блоке. Питается это все с предохранителя F13D, который также находится в монтажном блоке. Еще мы видим главное реле, которое питает систему AHC. Блок электромагнитных клапанов. Это, собственно, те четыре клапана, два из которых регулируют уровень подвески, а вторые два перекрывают сообщение между левой и правой стороной. Мы с вами видим, что, скорее всего, у клапанов общее питание по плюсу, а минусом каждого клапана отдельно управляет блок управления. Также здесь мы с вами видим электромагнитный клапан гидроаккумулятора. Мы с вами видим, что он использует ту же запитку, что и остальные четыре клапана регулирования высоты подвески. Теперь давайте рассмотрим датчиковую аппаратуру. Это задний датчик высоты, передний левый и передний правый. Это у нас датчик давления в гидравлическом контуре. Он установлен прямо в напорной магистрали насоса. А вот этот термистер выступает датчиком температуры жидкости. Здесь находятся четыре сервопривода, которые, собственно, и изменяют жесткость амортизаторов. Как мы помним, из описания сервоприводы представляют собой шаговые двигатели. Всего к сервоприводу приходит пять проводов, что несколько необычно, так как зачастую количество проводов на шаговые двигатели четное. Следующий интересный момент, который мы видим, так это то, что минусы всех четырех сервоприводов соединены в одну точку. А также мы с вами видим, что сервоприводы попарно сгруппированы, имеют параллельное подключение для передней и задней оси соответственно. Здесь находится переключатель режима в гидроподвеске. Как видите, состоит он из трех клавиш. Кнопочка выключения системы AHC, клавиша выбора высоты, а также регулятор плавности хода подвески. Помимо тех компонентов, которые присутствуют в самой системе, мы с вами видим, что система также использует внешние входные сигналы, к примеру, сигнал от выключателя стоп-сигналов, датчик включения режима пониженный на раздаточной коробке, сигнал о зарядке с генератора, блок управления Multiplex, я так понимаю, что это аналог гейтвея на Toyota, комбинация приборов, на которые выводится индикация состояния гидроподвески, блок управления системой ABS, от которой гидроподвеска получает сигналы о скорости автомобиля, а также о возможной пробуксовке, блок управления VGRS, в котором находится датчик угла поворота рулевого колеса. Ну что ж, теперь давайте попробуем подсуммировать все вышесказанное. Для этого я в упрощенном виде зарисовал гидравлический и частично даже электрический контур. Значит, у нас есть гидравлическая подвеска с электронным управлением, которая, с одной стороны, занимается тем, что регулирует клиренс, причем его можно изменять, с другой стороны, она занимается тем, что регулирует плавность хода. Для того, чтобы регулировать плавность хода, используются четыре амортизатора, к которым подключены гидроаккумуляторы. В то же время сечение канала, который соединяет гидроаккумулятор с амортизатором, может изменяться благодаря специальному клапану, на который установлен сервопривод. Таким образом, проходное сечение этого канала может изменяться. Тем самым изменяется жесткость амортизатора, потому что, когда здесь сечение большое, то жидкость легко выдавливается в гидроаккумулятор и потом обратно возвращается при сжатии и разжатии амортизатора. И, соответственно, наоборот, когда сечение этого клапана низкое, маленькое, соответственно, жидкости становится трудно проходить через этот канал, и амортизатор становится жестким, он сильно упирается как на сжатие, так и на разжатие. Для регулировки уровня дорожного просвета используется, в первую очередь, электродвигатель, который приводит в действие гидравлический насос. Тот, в свою очередь, может нагонять давление через вот эти два клапана в контуры всех четырех амортизаторов и тем самым изменять уровень дорожного просвета. Для того, чтобы все это работало быстро, также используется еще один гидроаккумулятор. Если первые гидроаккумуляторы груши были мембранного типа, то здесь просто свободный поршень, но принцип тот же самый, с левой стороны у нас жидкость, с правой стороны сжатый азот. Соответственно, в этом гидроаккумуляторе хранится жидкость под давлением, которая используется для быстрого поднятия автомобиля. Запас жидкости хранится в расширительном бачке, откуда жидкость потребляется в тех случаях, когда автомобиль увеличивает дорожный просвет и возвращается обратно в этот бачок жидкость в тех случаях, когда автомобиль уменьшает дорожный просвет. Для того, чтобы сгладить пульсации и колебания жидкости от нашего насоса, используется еще один небольшой демпфер, который по факту также представляет собой гидроаккумулятор. Регулирование высоты дорожного просвета, ровно как и регулирование жесткости, производится отдельно для передней и задней оси. Тем не менее, есть два дополнительных клапана для передней и задней оси, которые могут либо соединять между собой контуры правого и левого амортизатора для обеспечения большей плавности хода при движении по прямой, либо перекрывать, изолировать между собой эти контуры для обеспечения лучшей устойчивости при движении в повороте. Управляется этой красотой блок AHC. Основными его входными сигналами являются высота дорожного просвета. Спереди при помощи двух датчиков высоты и сзади при помощи одного. Также, собственно, кнопка, которая находится в салоне, которой мы и задаем требуемый режим. И еще датчик давления. Кстати, датчик давления здесь работает довольно хитро. Как видите, датчик всего один, но при этом система оперирует тремя параметрами давления. Давление в переднем контуре, в заднем контуре и давление в гидроаккумуляторе. Замер этих давлений производится при помощи всего лишь одного, как я сказал, датчика давления, но применяя разную комбинацию открытия и закрытия всех этих пяти клапанов. Управляет всей этой красотой электронный блок управления AHC. Основными входными сигналами для этого блока будут, во-первых, кнопка, которая установлена в салоне и выбирает требуемый режим. Во-вторых, датчики высоты подвески, их два спереди и один сзади. А также датчик давления, который измеряет давление в разных контурах. Что любопытно, датчик давления всего один, а давление, которыми оперирует система, целых три. Давление в переднем контуре, в заднем контуре и в контуре гидроаккумулятора. Это стало возможно за счет поочередного измерения давления, используя разные комбинации всех этих пяти клапанов. Ну что ж, в принципе, систему мы уже выучили. Мы уже и знаем, для чего она нужна, как она должна работать, какие компоненты в ней присутствуют. И, в принципе, уже вообще имеем неплохое понимание о этой системе. Соответственно, теперь самое время разобраться с тем, почему наш автомобиль стал жестким, и почему жесткость подвески перестала регулироваться, и она уже не может быть мягкой. Как вы понимаете, в такой системе причин может быть довольно много, но давайте начнем с чего-то самого базового. Во-первых, со входных сигналов. Самое первое, что я хотел бы проверить, это, собственно, распознается ли, адекватно ли распознается сигнал с кнопки, которая находится в салоне. Чтобы это проверить, я вывел на экран сканера параметры в реальном времени, которые опрашивает наш переключатель Comfort Sport. Мы с вами видим, что его опрашивает целых два параметра, и, соответственно, комбинации включено-выключено кодируются все четыре положения. То есть, смотрите, крайнее левое, второе положение, третье и четвертое. То есть, претензий нет, блок прекрасно опрашивает эту кнопку. Следующий важный входной сигнал, без которого также невозможно будет производить регулирование жесткости, это сигнал о высоте подвески с двух передних датчиков и одного заднего. Давайте просмотрим эти значения. Передний правый, передний левый и задний датчик. Мы с вами видим, что сейчас, на данный момент, значение находится около нуля. Находимся мы в нейтральном положении. В принципе, так и должно быть. То есть, это так называемый ноль подвески. Теперь давайте попробуем спустить автомобиль. Мы с вами видим, что сейчас происходит спуск. И давайте для наглядности выведем все значения в графике. Мы с вами видим, что спуск был плавный, без подклиниваний, на всех трех датчиках. Теперь давайте попробуем вернуть подвеску обратно в нормальное положение. С вами видим, что сейчас производится подъем подвески. Подъем идет, опять же, равномерно. Нигде никаких скачков или еще чего-то в этом роде. Мы вернулись практически на те же самые значения, от которых мы спускались. То есть, опять на ноль подвески. Пробуем подняться в самый верх. Автомобиль поднимается. Поднимается, опять же, плавно, без провалов. Мы с вами видим, что в конечном счете мы поднялись 50 мм почти зад. И около 40 мм вперед. Подъем уже окончен. Еще раз вернемся в нейтраль. Графики снова падают. Причем мы с вами видим, что в этот раз значения несколько отличные, нежели те, что были изначально. Плюс 2 мм для переднего правого, минус 1,8 для переднего левого и минус 5 почти для заднего датчика. Ну что ж, эти минус 5 меня немножечко настораживают. Это как бы многовато, но пока не ясно, может ли это приводить к тому, что подвеска стала жесткой. Мы сейчас смотрим на передний правый датчик. Вот, собственно, сам датчик. И вот тут находится его тяга, точнее рычажок, который через тягу уже крепится к амортизатору, собственно, к подвижному элементу подвески. Давайте ее подергаем. И мы с вами видим, что тут есть значительный люфт. Причем люфт, похоже, есть как на самой тяге, так и на оси самого датчика. То есть он уже немало прошел, изношен. Давайте я сейчас подергаю, и мы с вами посмотрим. Сейчас я надавил датчик максимально вверх. Мы с вами видим, что значение упало до минус 0,4. Теперь я надавил на флажок датчика максимально вниз. И мы с вами видим, что значение стало 2,2, даже 2,4 мм. Теперь просто подергаю. И мы с вами видим, что 2,2,5 мм составляет люфт на тяге, а также на оси флажка датчика. В принципе, это объясняет, почему у нас были разные значения нулевой точки при переходе с верхнего и нижнего положения в нормальное. Теперь давайте я подергаю передний левый датчик, тяну максимально вниз. Мы с вами видим 1,4 мм в плюсе. Давлю максимально вверх. Мы с вами видим минус 1. То есть, по сути, почти тех же 2,4. Вот сейчас я просто дергаю за тягу. И мы с вами видим, что показания плавают. Хотя, чисто так, по ощущениям люфт здесь немножко меньше. Задний датчик, как видите, он прицеплен к реактивной тяге с левой стороны. Давайте я попробую его подергать. В принципе, люфт здесь, можно сказать, вообще не чувствуется. Не забываем, что этот датчик был недавно заменен на новый оригинал. Тем не менее, как видите, показания немножечко плавают, но совсем немного. От 5 до 4,8. То есть, всего 0,2 мм, может быть 0,5 мм. Но это уже от того, что я посильнее давлю и начинает изгибаться крымстейн датчика, потому что он не обладает особой жесткостью. Соответственно, сзади датчик выглядит намного лучше, но неудивительно, он новый. Ну что ж, по передним датчикам, конечно, есть люфты. В принципе, можно дать рекомендацию о кик-замене. Но, тем не менее, чего-то прям критического, криминального я здесь пока не увидел. В целом, датчики исправно отрабатывают, двигаются плавно, без подклиниваний. И, соответственно, плавно отображают высоту клиренса, даже при переходе с одного режима в другой. Перейдем к следующему важному входному сигналу. Сигнал с датчика давления. Как я уже говорил, давление раздельно измеряется для трех контуров. Для переднего, заднего и контура гидроаккумулятора. Реализовывается это за счет использования всех этих пяти клапанов в разных комбинациях. Учитывая вышесказанное, мы с вами видим, что сейчас давление у нас по нолям. Несмотря на то, что двигатель работает, а подвеска находится в нейтральном положении. Ну, реально-то мы понимаем, что некоторые давления в контурах сейчас присутствуют. Но для того, чтобы их измерить, блоку необходимо задействовать клапаны. Для этого необходимо перейти в какой-то другой режим. Давайте попробуем для начала спуститься. Сейчас идет переход в нижнее положение. После чего обратно вернемся на нейтраль. И мы с вами сразу видим, как в переднем и заднем контуре начинает расти давление. Расти оно будет до тех пор, пока не достигнет заданного положения. То есть, среднего нейтрали. Потом производится закачка давления в гидроаккумулятор для его последующего использования. Для очередных поднятий, если таковые будут. Соответственно, мы с вами видим, что в гидроаккумулятор было закачано 10,7 Мп. Это хорошо. Это говорит о том, что наш насос исправен. Потому что он обязан развивать 10 Мп. В то же время мы с вами видим, что в переднем контуре давление составило 8,7 Мп. А в заднем 7,8 Мп. Эти давления несколько завышены. Обычно так происходит тогда, когда стареют, ослабевают упругие элементы подвески. То есть, для передней оси это будут торсионы, для задней оси это будут винтовые пружины. Если с передней осью все не так страшно, потому что преднатяг торсионов есть возможность регулировать соответствующими болтами, то с задней осью все несколько печальней. Там либо замена винтовых пружин, либо выдумывать какие-то подкладки под эти пружины для того, чтобы выровнять давление. То есть, сейчас по факту гидроподвеска несет повышенную нагрузку, потому что из-за ослабленных пружин и торсионов значительная часть веса автомобиля переходит на амортизаторы гидроподвески. Итак, у нас с вами прекрасно регулируется уровень подвески, но не регулируется жесткость подвески. Соответственно, давайте подумаем, что вообще нужно для того, чтобы подвеска могла становиться мягкой. Ну что ж, в принципе, понятно, что во-первых, должны быть исправны, собственно, сами амортизаторы. Но мы с вами уже знаем, что два задних владелец поменял, а два передних выглядят красиво. Но как минимум они не потекли. Следующий момент, у нас должны быть исправны гидроаккумуляторы. То есть в гидроаккумуляторе не должна потерять свою целостность мембрана, которая разделяет газовую камеру от жидкостной камеры. А с другой стороны, давление в газовой камере должно сохраниться на своих номинальных значениях. В противном случае гидроаккумулятор потеряет свою способность накапливать жидкость, а значит он потеряет свою демфрирующую способность. И когда амортизатор будет сжиматься и жидкость будет устремляться в гидроаккумулятор, то объем той жидкости, которую он может принять на газовой подушке снизится. Таким образом, амортизатор станет жестким даже при полностью открытом проходном сечении. Оказывается, можно косвенным образом проверить производительность гидроаккумуляторов. Мне это подсказал мой коллега Артур, который довольно много лет проработал на дилере Toyota. Суть проверки заключается в том, чтобы максимально спустить автомобиль. При этом гидросистема возвращает жидкость в бачок, ставим метку, затем максимально поднимаем автомобиль. И при этом гидросистема максимально потребляет жидкость, закачивая ее в амортизаторы и гидроаккумуляторы. Соответственно, по разнице между уровнями можно приблизительно оценить состояние гидроаккумуляторов, способны ли они запасать жидкость. Как видите, я поставил две метки. Сейчас жидкость стоит посередине, потому что автомобиль в среднем нормальном положении. Соответственно, здесь, вот посмотрите, есть такие ребрышки на бочке и разница между метками сейчас составляет 7 делений. Со слов моего коллеги, минимальным считается 8 делений. То есть, это говорит о том, что как минимум какой-то один из гидроаккумуляторов уже прохудал. Возможно, они все понемножку износились. В общем, как ни крути, а такой тест косвенным образом указывает на то, что гидроаккумуляторы уже не первой свежести. Теоретически, также могут быть проблемы и, собственно, с самим клапаном, который изменяет сечение проходного канала, либо с его сервоприводом, то есть шаговым двигателем. Еще одним важным фактором, который также будет влиять на плавность хода, это то системное давление в переднем и заднем контуре, при котором удается достичь среднего положения кузова. Соответственно, чем это давление будет выше, тем больше будут сжиматься газовые камеры всех четырех гидроаккумуляторов, что, в свою очередь, будет приводить к тому, что объем жидкости, который может играть теперь в этих гидроаккумуляторах, он будет снижаться. Соответственно, энергоемкость подвески также будет снижаться, что будет приводить к тому, что подвеска будет становиться жестче. У нас с вами сейчас эта проблема присутствует, потому что у нас давление в контурах завышено. Еще одной возможной причиной такого положения дел также может быть и неправильная регулировка гидроподвески. Она здесь довольно хитро регулируется, в отличие от более современных систем, где процедура делается просто сканером. Ну, в крайнем случае, необходимо вокруг. Ну, а заодно также проверится и правильность установки всех датчиков высоты. Здесь это делается несколько иначе. То есть, сначала автомобиль поддомкрачивается на заданную высоту для передней и задней оси, потом датчики высоты все три выставляются по нулям, а потом уже регулируются болты торсионов для того, чтобы достичь заданного давления. В принципе, на данном автомобиле, пожалуй, даже есть смысл проделать эту процедуру, учитывая то, какие давления мы видели. Я уже нашел информацию по регулировке подвески, данные из Тойотовского мануала. Кстати, довольно хитро здесь это производится, на мой взгляд, довольно умно. Высоту каждого колеса, то есть высоту дорожного просвета на каждом колесе, мы определяем при помощи двух замеров. Первый замер от пола до центра ступицы, второй замер от пола до центра переднего болта, крепление переднего рычага для передней оси, и, соответственно, от пола до центра болта, крепление нижней реактивной тяги для задней оси. Что это дает? Мы с вами исключаем вот эту вот высоту, которая может быть разной у разных производителей шин, даже при условии, что профиль шины указан один и тот же, разного износа протектора и даже банально разного давления в шинах. Таким образом, вычитаем из одного параметра второй и получаем искомое значение. Дальше выбираем нашу модель. В данном случае у нас установлена система AHC, система гидроподвески, и мы с вами видим, что для передней оси разница двух замеров должна составлять 83 мм, и для задней оси, соответственно, 71 мм. За кадром я уже побегал с рулеточкой, записал все замеры. Итак, смотрите, что получилось. Переднее левое колесо у нас составило 62 мм, переднее правое 72 мм, и это при том, что указанное в базе данных значение 83 мм. По заду картина лучше, то есть 72 слева и 79 справа, при том, что желаемое значение 71 мм. Также я записал давление в переднем и заднем контуре. Мы с вами видим, что опять же давление в переднем контуре завышено почти на 1,5 бара. Как видите, исходя из всех этих замеров, становится понятно, что есть смысл регулировать гидроподвеску, причем как ее базовый уровень, так называемый, ноль подвески, так и, собственно, натяжку торсионов для того, чтобы скомпенсировать повышенное давление. Перед регулировкой все-таки было принято решение сделать ревизию датчиком. Сейчас я снял передний правый. Ну, во-первых, мы с вами помним, что там была разбита тяга. Вот посмотрите, как ее расколбасило. Видите, здесь все болтается. Резиновое уплотнение пришло в негодность с одной стороны. С другой стороны тяга клинит. То есть она стала очень туго ходить. Соответственно, тягу необходимо менять и уже приехала новая тяга оригинальная по Тойоте. Здесь все классно, все мягко, все так, как и должно быть. Соответственно, с этим разобрались. Второй момент. Я все-таки решил залезть внутрь датчика. Я его отмыл и вскрыл. Во-первых, хотел посмотреть, как он здесь поживает, для того, чтобы не получилось так, что сегодня он еще тут дорабатывает, а уже завтра сдохнет. Ну и заодно показать вам, собственно, конструкцию, как это все работает. Мы с вами видим, что у датчика есть ос вращения, к которой, собственно, и крепится тяга. И прямолинейные движения подвески преобразовываются во вращательные движения оси датчика. Мы с вами видим, что на оси датчика закреплены скользящие контакты, вот такие щеточки, которые бегают по резистивному покрытию. Это резистивное покрытие нанесено на крышке датчика. Оно по ощущениям керамическое или какой-то пластик такой твердый. И мы с вами видим, что на нем уже есть некоторый износ, но, тем не менее, этот износ не критичный. Соответственно, остаточный ресурс еще довольно высокий. В то же время эти продукты износа, вот эта пыль, она уже присутствует, ее необходимо вымыть, потому что она может приводить к каким-то поразительным сопротивлениям, которые могут портить показания датчика, если можно так выразиться. Здесь есть три площадочки. Именно на эти три площадочки опираются три вот такие позолоченные пружинки, которые и обеспечивают контакт выводов датчика с резистивным покрытием. Как видите, довольно простая конструкция, но в то же время она довольно надежна. Посмотрите, как качественно выполнен датчик. Здесь не просто какое-то колечко уплотнительное, а полноценный сальник, который защищает все вот это устройство от попадания влаги. В то же время никуда не делся вот этот люфт, который уже есть на оси датчика. Но с ним мы, к сожалению, ничего не сделаем. Некоторые погрешности в измерения он вносить будет, но я думаю, что все равно будет лучше. Надеюсь, что этого будет достаточно для адекватной работы. Ну вот, промыл датчик спиртом. Теперь никакой пыли, никакого жира, никаких окислов. Можно собирать. Все собрал, отмыл, попривязывал проводку. Все гаечки закрутил на резьбовый фиксатор, кроме верхней, потому что мы еще будем ее регулировать в процессе выставления нуля подвески. Переходим к левой стороне. С левой стороны датчик выглядит несколько лучше. Мы с вами видим, что есть меньше следов износа. Вообще, такое впечатление, что несколько лет назад этот датчик уже менялся. В принципе, к нему никаких претензий нет. Опять же, моем, собираем и порядок. Так же лучше выглядит тяга. Во-первых, она не клинит. Во-вторых, здесь намного меньше люфты. Еще хоть кое-как сохранились резиновые уплотнения. Но, тем не менее, владелец принес две новых тяги. Поэтому ставим новую. Ну, а эту отдадим ему. Возможно, будет держать на запас. Все, левый датчик тоже на месте. Крепление отмыл, тягу установил. Болты на фиксаторе. Проводка привязана. В принципе, можно приступать к регулировке уровня подвески. Для того, чтобы выставить ноль подвески, сейчас при помощи домкратов необходимо установить автомобиль на ту высоту, которая указана в базе данных. После замены тяг я уже залез, подергал люфт. С левой стороны он стал 0,6 мм по показаниям сканера. И с правой стороны 0,8 мм. В принципе, не идеал. Но, можно сказать, отделались малой кровью, заменив только тяги. Как видите, автомобиль уже на домкратах. По крайней мере, передняя его часть, потому что у меня только два домкрата. Тем не менее, сделаем по очереди. Не думаю, что в этом есть что-то страшное. Сейчас вам покажу, как я все это вымерил и выставил. Первым делом измеряем расстояние от пола до центра колеса. И получаем примерно 364 мм. Сейчас мы с вами получили размер А, а регулировать нам с вами нужно размер Б. Для того, чтобы узнать, какой должен быть размер Б, воспользуемся разницей А-Б, которая указана для автомобилей с гидроподвеской. И мы с вами видим, что разница должна составлять 83 мм. Для того, чтобы получить размер Б, необходимо от размера А, то есть 346 мм, отнять 83 мм. Получаем значение в 281 мм. То есть 281 мм должен быть от центра вот этого болта, крепления переднего рычага, до пола. Но мы с вами видим, что приложить рулетку к центру этого болта несколько затруднительно. Во-первых, из-за защиты. Во-вторых, на глаз довольно тяжело постоянно угадывать, где именно находится центр болта. Для того, чтобы решить эту проблему, измеряем диаметр шляпки болта. Получаем 26 мм. Делим пополам и получаем его центр, то есть 13 мм. Теперь мы можем повесить рулетку просто поверх болта. А к нашему размеру Б, 281, добавим еще 13 мм. И тем самым скомпенсируем смещение рулетки наверх болта. В результате нескольких нехитрых вычислений на уровне третьего класса, мы с вами получаем размер Б с учетом всех компенсаций в 294 мм. Ну а теперь при помощи домкрата выставляем точный размер. С левой стороны замеры получились такие же. В принципе, я уже тоже выстрелил 294 мм. Теперь передняя часть автомобиля установлена на той высоте, которая указана в сервисной документации. Соответственно, это и есть ноль подвески. И теперь наша задача заключается в том, чтобы подрегулировать датчики высоты, передние два, так, чтобы в этом ноле подвески они показывали в этом нулевом положении. Они показывали ноли. Мы с вами видим, что правый датчик я почти попал, буквально 0,6 мм. В принципе, это люфт оставшейся датчика. А вот с левой стороны я прилично промахнулся на целых 20 мм. Добился нуля с левой стороны путем регулировки вот этой тягой. То есть мы с вами видим, что можно менять длину тяги, а также здесь есть небольшая прорезь. При этом следим, чтобы тяга правильно устанавливалась и не закусывала вот эти резиновые уплотнения. Как видите, правый датчик теперь тоже в нулях. Проследил за тем, чтобы тяга не была скрученной. Ну что, ребята, короче, я вспомнил, что у меня в Фабии тоже есть домкрат. И в конечном счете на трех домкратах выставил полностью всю подвеску по нулям, по тем значениям, которые указаны в мануале. Сзади у нас получилось значение 296. Это от центра вот этого болта, ну и соответственно до пола. Затем также прорегулировал и задний датчик. И сейчас, как видите, у нас с вами ноли полностью по всем трем датчикам. Соответственно, вот это положение, которое мы сейчас выставили по мануалу, то есть оно ровно относительно пола и на заданной высоте. Блок управления гидроподвеской будет принимать его за ноль, потому что мы указали ему датчиками, что это ноль. И всегда будет стремиться к нему вернуться, когда будет выбрано нормальное положение кузова. Что ж, я запустил автомобиль, спустил его и поднял обратно в нормальное положение, в среднее положение. И мы с вами видим, что задняя часть практически вернулась в ноль. А вот с передней осью у нас на одном колесе минус 6 мм, а на другом плюс 6 мм. Довольно интересная ситуация, сейчас объясню, почему так происходит. Давайте еще раз внимательно посмотрим на нашу схему. И мы тут видим, что передний контур, то есть передний левый и передний правый амортизатор, между собой соединены через вот этот зеленый клапан. Как мы уже узнали из описания, этот клапан перекрывает сообщение левого и правого амортизатора только в тех случаях, когда автомобиль поворачивает во избежание кренов. Соответственно, все остальное время амортизаторы между собой соединены, а это значит, что как в левом, так и в правом амортизаторе будет одно и то же давление. В данном случае давление стало 7,4 мегапаскаля. Теперь давайте подумаем, к чему это приводит. Для наглядности, я здесь зарисовал кузов, точнее его переднюю часть. На кузов у нас действует сила тяжести, но при этом кузов у нас не лежит на полу, он опирается на элементы подвески и, собственно, через них передает свой вес на пол. В данной подвеске вес кузова распределяется между торсионами и амортизаторами гидроподвески, в которые закачано давление, в данном случае 7,4 мегапаскаля, как мы уже выяснили. Также мы с вами уже выяснили, что давление в этом контуре за счет нормально открытого клапана, который соединяет левый и правый амортизатор, одинаковое. Также у нас одинаковые и, собственно, сами амортизаторы, что свидетельствует о том, что усилия, которые развивает что левый, что правый амортизатор, также одинаковые. Но в то же время датчики положения кузова довольно четко нам показывают, что левая сторона у нас выше на 6 мм, а правая сторона у нас ниже на 6 мм. Отсюда становится понятно, что причиной данного перекоса могут быть неравномерно изношенные торсионы. То есть с левой стороны торсион создает больше усилия, а с правой стороны торсион создает меньше усилия. В связи с чем кузов слегка наклоняется на правую сторону, что и отслеживает наши датчики подвески. Как я уже говорил, на данном автомобиле преднатяг торсионов регулируется при помощи болтов. И именно этой регулировкой можно изменять давление в переднем контуре. В принципе это та процедура, которая нам и так сейчас предстоит. Но основываясь на вот эти показания, плюс 6 и минус 6 мм, становится понятно, что нам необходимо сначала затягивать правый торсион, до тех пор пока не уйдет наклон кузова и левая и правая сторона выровняются. А затем затягивать их равномерно, до тех пор пока мы не снизим давление с 7,4 мегапаскаля на 6,7 мегапаскаля. Я уже на 2 оборота потянул болт правого торсиона. Давайте слева покажу, здесь лучше видно. Для тех, кто вообще не знает, что такое торсион, по сути это та же пружина, только она выполнена в виде такой длинной палки, которая работает на кручение. То есть видите, с одной стороны оно прикручено к рычагу, соответственно, когда рычаг вот так ходит, то торсион скручивается, потому что с этой стороны он закреплен неподвижно. Но в то же время при помощи вот этого болта есть возможность регулировать преднатяг. Соответственно, чем больше мы болт затягиваем, тем больше делаем преднатяг, и тем больше усилие будет отдавать обратно на кузов наш торсион. 6 оборотов по часовой на правом лонжероне. Мы с вами видим, что давление уже приупало 6,8. В то же время у нас было плюс-минус 6, теперь уже плюс-минус 4,5 где-то среднее. В общем, идем в правильном направлении и продолжаем закручивать. Ну что ж, ребят, повозился я с лонжеронами, правый закрутился витков на 9, наверное. Левый пришлось отпустить где-то на 3,4, но в конечном счете я добился давления в 6,7 мегапаскаль, а также, как видите, все цифры на всех датчиках около нуля. Ну, немножко здесь левый, но не забываем, что у нас еще есть люфты на тягах, идеала мы здесь не добьемся. Кроме того, вот смотрите, я чуть наступил на кузов и уже значения уплыли. Теперь давайте еще раз, почему вот это давление в 7,4, которое мы снижали до 6,7, такой важный параметр. Как я уже говорил, вес кузова опирается не только на торсион, но и на амортизатор гидроподвески. Соответственно, когда наш торсион проседает, либо если он изначально неправильно отрегулирован, плохо натянут, то тогда вес кузова в большей степени начинает опираться на наш амортизатор. Что в свою очередь приводит к тому, что базовое давление, когда подвеска не качается, системное давление в этом контуре, оно начинает расти. То есть у нас было 6,7 заданное, а стало 7,4. То есть выросло оно именно потому, что торсион просел и кузов с большей силой надавил на амортизатор. Во-первых, сами амортизаторы несут больший износ при таком положении дел. Во-вторых, это повышенное давление также передается и в гидроаккумулятор, потому что, как мы помним, они все равно связаны общим каналом, пускай даже с изменяемым сечением. Соответственно, когда системное давление здесь растет, газ начинает сжиматься и объем газовой камеры начинает уменьшаться. Так как газовая камера выступает демпфером, то есть своего рода подушкой, соответственно, ее объем уменьшается и ее демпфирующая способность также уменьшается. В конечном счете это приводит к тому, что амортизатор становится жестче, потому что играть ему уже не на чем. Поэтому повышение давления в контурах приводит к тому, что гидроподвеска становится жестче при прочих равных условиях. Именно поэтому мы с вами только что не только выровняли между собой усилия торсионов, но также и подтянули их для того, чтобы они перебрали на себя больше нагрузки от веса кузова и тем самым мы снизили давление в переднем контуре. Как я уже говорил, похожую процедуру желательно сделать и в заднем контуре, потому что там давление 7,5 мегапаскалей. Но сзади у нас винтовые пружины, их регулировка не предусмотрена, поэтому есть два способа, либо заменить пружины на новый, либо выдумать, подобрать по толщине подкладки, которая опять же скомпенсирует их просаженность. Гидроподвеску мы с вами отрегулировали, причем как по уровню, так и по давлению. Кузов выровняли, по крайней мере все это уже точно стоит по нолям. Сейчас я хочу проехаться на этом автомобиле. Я в принципе проехался на нем перед тем, как он заехал в бокс. Не знаю, насколько объективны будут мои суждения. Основной вердикт уже даст собственно сам владелец, он хорошо знает автомобиль. Ну а меня больше интересует просмотреть, как будут меняться шаги на сервоприводах каждого из гидроаккумуляторов, которые собственно и отвечают за жесткость автомобиля. Потому что в статике, в боксе, блок управления подвеской никоим образом их не трогает. Так что давайте прокатимся и посмотрим на цифры. Ну что ребята, я немножко покатался. В принципе передняя часть автомобиля стала намного мягче, зад чуть-чуть жестче. Ну понятно, там давление по-прежнему осталось высокое. При этом мы с вами видим, как отрабатывают сервоприводы. Не забываем, что они сгруппированы в два контура. Ну то есть спараллелен вперед, спараллелен зад. То есть четыре сервопривода, а каналы управления всего лишь два. Дороги тут, ну сами видите, я специально выбрал такие грунтовые. Сейчас подвеска в режиме комфорт. И при этом мы с вами видим, что в комфорте шаги держатся, ну где-то до четырех, да, иногда прыгают выше. При этом, ну комфортнее стало ехать определенно, потому что я прокатился до этого, чувствовалась каждая кочка. Сейчас вперед вообще мягко проходит, зад такое, немножко мягче, чем было. Ну может быть это из-за переда сейчас так чувствуется. В любом случае определенный эффект есть, и это конечно же радует. Ну что ж, ребята, я думаю на этом пора заканчивать. Я уже довольно много наснимал, наверное ролик на час получится точно. В любом случае результата мы добились. Во-первых, мы с вами, ну лично я вообще изучил эту гидроподвеску, потому что раньше с ней не сталкивался. Думаю у вас теперь тоже появилась такая возможность. Следующий момент, мы частично решили проблему с жесткой подвеской. То есть перед вообще уже стал мягким, зад такой еще немножко дубовенький. Но я уже объяснял почему, там надо менять пружины, либо изобретать подкладки, подбирать их. Еще один момент, который мне не нравится на этом автомобиле, с которым я бы тоже дал рекомендацию разбираться, это гидроаккумуляторы. Потому что по косвенному признаку, по изменению уровня жидкости в бачке, становится понятно, что они уже не дорабатывают. Соответственно, каких-то способов проверить их на автомобиле нет. И это уже сугубо гидравлический контур, не электрический. Поэтому я туда, понятное дело, лезть не буду. Но в любом случае, я поинтересовался, почитал форумы до интернета и увидел, что люди делают из гидравлического домкрата приспособления, при помощи которых закачивают масло в жидкостную камеру. И таким образом, встраивая манометр в этот контур, понимают, каково еще остаточное давление азота в газовой камере. Также видел, что довольно успешно их перезаправляют. То есть в газовой камере сверлится отверстие, в него вкручивается клапан шредера. И дальше, через этот клапан шредера, заправляются по новой гидроаккумулятор и азотом. Для этого необходима баллон, типа как кислородный, только заправленный азотом, с редуктором и специальные шланги-переходники, при помощи которых появится возможность закачать газ из баллона в гидроаккумулятор, в его газовую камеру. И в принципе, все это еще неплохо служит, но при одном единственном условии, что диафрагма, мембрана не потеряла своих герметичностей. Так что на этом будем заканчивать. Все эти рекомендации будут даны владельцу. И дальнейший ремонт, его успех, будет зависеть в первую очередь от желания вкладывать деньги в этот автомобиль, либо желания заниматься всеми вышеозвученными телодвижениями. Так что у меня на этом все. Вам спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok